Что касается еще одного такого важного составляющего, как наша трудовая эмиграция, то эти тоже у нас потоки идут в основном в Россию и в Казахстане работают наши граждане. То есть, учитывая вот эти обстоятельства, конечно, вступление было вполне логично. Но, что бы я хотел сказать, исходя из, опять же, из опыта наших трудовых столов, есть, конечно, проблемы. И проблемы эти заключаются в том, что в какой-то мере мы поставили дереву в берегу лошади. Я имею в виду то, что у нас конкурентоспособная продукция пока еще только в планах. И, естественно, когда открылись рынки, открылись границы, товары не только, как ожидалось, пошли из Кыргызстана в Россию и Казахстан, но и их продукция также пошла и к нам. Естественно, вот здесь возник вопрос цены, вопрос качества, вопрос конкурентоспособности. Я вот на прошлой неделе побывал в нашем павильоне Кыргызстан, который был открыт в мае в Москве. Там есть в Фунт-Сити такой торговый комплекс большой. И чисто вот свои ощущения, да, хотел поделиться, что, допустим, даже по той же черешне, да, если я посмотрел, как представители наших соседних государств, да, значит, эта черешня упакована в специальные такие коробочки, да, имеет товарный вид, то, собственно говоря, мы здесь пока похвастаться не можем. То же самое я могу сказать о меде. Какую только упаковку я не видел, да, и какие-то оригинальные баночки, да, и деревянные под старину. Мы же продаем мед, ну, собственно говоря, я этот мед с трудом могу отличить от машинного масла в такой же упаковке. То есть вот эти все, конечно, проблемы сегодня есть. Потому что, как мне сказали наши граждане, которые работают вот в этом павильоне, что нас никто не ждет, с нашей продукцией не надо, значит, не надо надевать розовые очки. И эта продукция должна завоевать своего потребителя. И вот одна из проблем, которая была, когда мы проводили круглый стол в Аше, и мне кажется, тоже об этом надо сегодня поговорить, о том, что у нас сегодня фактически фермер, который выращивает продукцию, он в одном лице и фермер, и финансист, он и менеджер, который занимается маркетингом по сбыту своей продукции. То есть он выступает один в трех, в четырех лицах. И это тоже, собственно говоря, вот тот минус, который есть. То есть нету логистических центров. В то же время, в то же время, вот я участвовал в декабре, Кыргызэкспорт проходило в Москве. Это было одно из первых наших таких больших мероприятий. Когда, собственно говоря, представители крупных торговых сетей России говорили, что готовы закупать продукцию из Кыргызстана в объемах 16-15 тонн аграрной продукции, в день они готовы забирать для своих огромных сетей торговых, которые действуют в России. У нас мы тоже пока о таком рожае, мы можем, как говорится, о таких поставках, пока мы можем только мечтать. Продолжение следует...